Моё почтение друзья, Palm Trio без всякого сомнения является одной из самых популярных линеек за всю историю смартфонов. Однако история коммуникаторов на Palm OS берёт начало от других производителей, которые попросту лицензировали эту систему, предпринимая первые попытки создать гибрид на ладоника на Palm OS и мобильного телефона. Многие из вас наверное удивятся, но начало истории создания коммуникаторов на Palm OS начинается с компании Qualcomm, которая ещё в 1999 году выпустила модели PDQ-800 и PDQ-1900. Интересно то, что директор Qualcomm, Пол Джейкобс, изначально предполагал установить радиомодуль в Apple Newton Message Pad. И когда Apple отказалась, Джейкобс направился к Palm и договорился о лицензии для Qualcomm на создание первого телефона на основе Palm OS. В отличие от более поздних коммуникаторов, в этом девайсе функции телефона не были встроены в операционную систему, в связи с чем, чуть позже это устройство называли никак иначе, как Palm, приклеенный к телефону. Год спустя, Qualcomm продала свой бизнес в мобильных телефонов компании QSera, развившей концепцию Palm OS и мобильного телефона в модели QCP-6035, которая также, как и оригинальная модель от Qualcomm, была предназначена для работы в сетях CDMA. Но наибольшую популярность получили модели Trio 180, Trio 180G и Trio 270 от компании Handspring, представленные в 2001 году. В отличие от QSera и Samsung, коммуникаторы от Handspring работали в сетях GSM. Trio 180 отличается от Trio 180G только тем, что последним применяется не клавиатурная, а традиционная палмовая рукописная система водотекста. Буква G в модели означает граффити. А главное отличие от Trio 270 до Trio 180 заключается в наличии цветного дисплея. Что касается компании Handspring, то она была основана в 1998 году Джеффом Хокинсом, Доной Дубински и Эдом Кольганом. Именно эти люди в 1994 году разработали концепцию карманного компьютера, получившего название Palm Pilot. По задумке Хокинса, идеальный КПК должен помещаться в кармане рубашки, легко синхронизироваться с большим братом, использовать систему рукописного ввода, быстро работать и быть доступным по цене. Но КПК от Handspring добавили к этому джентльменскому набору одну очень интересную технологию, о которой подробно расскажет Кирилл Лейфер. Привет, меня зовут Кирилл, и мне хотелось бы вставить свои три копейки и немного рассказать об устройствах от Handspring. Поскольку у меня есть два карманных компьютера этой фирмы, это Handspring Wither и Handspring Wither Edge, соответственно я хочу немножечко рассказать, что я о них и о компании в целом думаю. Как уже сказал Костя, компанию Handspring основали люди, работавшие над созданием оригинального Palm Pilot. То есть им пришлось конкурировать со своим собственным продуктом. И это очень непросто, нужно как минимум придумать какую-то фишечку, которая будет отличать устройство Handspring от устройств Palm. И такой фишечкой в случае с Handspring стали модули расширения Springboard, достаточно оригинальные для своего времени. Идея расширять функциональность карманных компьютеров с помощью разной периферии на самом деле не новая. Она появилась, наверное, еще одновременно с первым смартфоном. Еще в 92-м году компания IBM планировала выпускать модули расширения для своего смартфона IBM Simon. А в конце 90-х для карманных компьютеров уж тем более выпускалось довольно много периферийных устройств. Однако у них была одна довольно серьезная проблема, которую я хочу показать вам на примере этого устройства. Возьмем, к примеру, этот вот замечательный Palm 3C. Он цветной, красивый, с аккумулятором, все в нем хорошо. И для этого устройства также выпускались разные периферийные устройства. Например, вот такой вот замечательный модем. Мы его сюда подключаем. Он замечательно устанавливается, как родной. Но ничего не происходит. То есть где его настроить? Как выйти в интернет? Что делать-то вообще? Непонятно почему. Потому что нет драйвера. Хорошо, другой пример. Вот тут в сторонке лежит еще один замечательный аксессуар. Многие, наверное, догадались, что это внешняя клавиатура для Palm 3 совместимых компьютеров. И вот мы берем, устанавливаем наш замечательный КПК в эту клавиатуру. У нас даже есть гнездо для стилуса. Все прекрасно. Заходим в текстовый редактор в какой-нибудь... Не знаю, где-то... Вот он. И... да ладно тебе, ты че? Не работаешь. Не работает. Почему нет драйвера? Где его искать в 2019 году? Я не знаю. В общем, с такой периферией, как видите, есть одна очень серьезная проблема. Для ее установки... Для ее корректной работы нужно установить драйвер. И это не единственная проблема. Драйверы на устройство от Palm OS тогда устанавливались через компьютер. Вы подключаете их к дуг станции, синхронизируете и ставите какую-то программку. И когда эти замечательные машинки разряжались, а у них внутри только оперативная память, драйверы слетали, и их приходилось переустанавливать заново. Ну, такой не самый позитивный опыт использования устройств. В Handspring придумали кое-что более оригинальное. В периферийных устройствах Springboard драйверы и все необходимые утилиты для корректной работы устройств были встроены в сами периферийные устройства. То есть вы просто подключали модуль к вашему карманному компьютеру, а все драйверы и необходимые утилиты для его корректной работы устанавливались автоматически. Ничего не нужно было делать ручками, все делали за вас, и это было просто прекрасно. Благодаря этому аксессуары в формате Springboard были довольно популярны, и за то время, что продавались устройства Visor и Visor Edge, их было выпущено достаточно много. В таком формате выпускались в том числе и программы, игры для устройств Handspring, выпускались карточки флеш-памяти, камеры, mp3-плееры. Я даже видел инструкцию для проектора в таком формате. И у меня, например, есть модем в виде карточки Springboard. А самое интересное, что компания Handspring в таком формате однажды выпустила сотовый телефон, который можно было подключить к вашему карманному компьютеру и получить полноценный коммуникатор. Задумка была неплохой, реализация в принципе тоже ничего, во всяком случае более изящная, чем у компании Nokia в 96-м году. Но в итоге в Handspring подумали, хм, а почему бы не сделать карманный компьютер и телефон сразу в одном устройстве? Тем более, что что-то похожее как раз разрабатывала компания Kiosira, хотя в её случае это была трубка формата CDMA. А в Handspring решили выпустить устройство стандарта GSM. И вот в конце 2001 года был анонсирован коммуникатор Handspring Treo 180, который стал родоначальником очень популярной линейки устройств, пережившей в итоге и компанию Handspring, и даже операционную систему Palm OS. Однако, подробно вам об этом расскажет Костя, я же благодарю вас за внимание, подпишитесь на мой канал, подпишитесь на Костин канал, до скорых встреч! Спасибо Кириллу за интересную информацию, а теперь предлагаю познакомиться с Trio 180G и начнём, пожалуй, с распаковки. Итак, Trio, или как в России часто произносят Treo, это слово, которое объединяет в себе три главных возможности коммуникатора. Разговаривать, организовывать и соединять. Другими словами, Handspring в этом устройстве соединила мобильный телефон, карманный компьютер с системой Palm и устройство с возможностью выхода в интернет. Упаковка аппарата содержит информацию о комплектациях, характеристиках, а также о главных возможностях, которые заставляют поверить пользователя в уникальность этого устройства. Предлагаю не затягивать и перейти к распаковке. И первое, что мы видим, это стартовое руководство, состоящее из шести шагов, которые производитель рекомендует поэтапно выполнять после распаковки устройства. Далее, руководство пользователя. И листок с ссылкой для регистрации продукта. Ну и конечно же, есть CD-ROM с таким полезным контентом, как Palm Desktop и Hatsync Manager. Коробка, в которой находится коммуникатор, по размерам приблизительно напоминает коробки современных смартфонов. Очень приятно наблюдать, как производитель заботился о сохранности устройства. Мягкий поролон максимально защищал устройство от каких-то внешних воздействий. В отличие от других подобных девайсов тех лет, кредл в комплекте отсутствует. Только зарядное устройство, для которого также предназначена отдельная коробка. Зарядка здесь универсальная. По умолчанию это обычная американская вилка. Это логично. Аппарат предназначался прежде всего для рынка США. Но в комплекте идет насадка, которая позволяет заряжать коммуникаторы в Европе. Ну и в третьей коробке находится гарнитура. С кнопкой ответа, микрофоном. И кабель для синхронизации с Большим Братом через программу Hatsync. Еще во время анонса линейки Trio в 2001 году было ясно, что Handspring возлагал большие надежды на эту серию. У компании были большие амбиции на рынке КПК и устройств беспроводной связи. И Handspring планировал довести свою долю до 25%. На ноябрьской выставке Comdex Fall Джефф Хокинс без лишней скромности заявил, что будущее принадлежит подобным устройствам. Стоимость 3U-180 и 180G на старте продаж составляла 400 долларов при условии заключения контракта на услуги связи. 3U-270, вышедший чуть позже, продавался за 600 долларов. В отличие от QSERA QCP-635, который внешне ничем не примечателен, 3U-180G в цвете оружейной стали выглядит очень привлекательно. И невольно напрашивается сходство с Motorola StarTech. Такое сходство, вероятно, объясняется тем, что и создатели Motorola, и директор маркетинга Handspring Роб Хайтани при создании своих продуктов вдохновлялись коммуникатором Капитана Кирка и Звездного Пути. По габаритам 3U меньше, чем КПК, но при этом шире, чем сотовый телефон. Он легкий и удобно лежит в руке. Устройство имеет активный флип, при открытии которого запускается приложение быстрого набора. Отмечу, что флип прозрачный, поэтому при входящем вызове есть возможность видеть номер звонящего. Принять звонок можно просто откинув крышку, в общем, как в обычных сотовых телефонах с активным флипом. Голосовой динамик расположен на внутренней стороне флипа, а микрофон находится над физической кнопкой запуска календаря. В отличие от других коммуникаторов на Palm OS того времени, 3U предназначен для работы в сетях GSM. То есть, даже в 2019 году можно поставить сим-карту и разговаривать по нему. Я использовал 3U в качестве телефона, на самом деле это очень удобно. Единственная проблема – не очень живая батарея, которая в режиме разговора тает просто на глазах. Под сим-карту на тыльной стороне находится специальный отсек, и симка крепится на крышку этого отсека. На крышке также можно увидеть отверстие для сброса. Касаемо элементов корпуса, правая сторона абсолютно пустая, на левой находится разъем для гарнитуры, и колесико, напоминающее чем-то упрощенный джок-дайл от Sony. Кенспринг этот элемент назвали просто Rocker Switch, и он имеет очень ограниченный функционал. В нижней части расположен разъем для зарядки и синхронизации HotSync. Наибольшее количество элементов находится в верхней части, прежде всего это антенна, в которой можно понять, что перед нами коммуникатор. В отличие от QSERA, здесь антенна не выдвигается, ее можно только открутить. Далее, кнопка Power. Отмечу, что она имеет несколько функций. Однократное нажатие выключает или включает экран. В держании кнопки включает радиомодуль для возможности использования устройства в качестве телефона. А быстрое двукратное нажатие включает или выключает подсветку экрана. Подсветка очень странная, когда впервые ее видишь, возникает мысль, что с экраном кто-то не так. LED-индикатор светится красным цветом при зарядке и мигает красным при нахождении вне зоны действия. Если пользователь находится в зоне покрытия, то аппарат будет мигать зеленым. Рядом с индикатором находится инфракрасный порт, а также ползунок, включающий беззвучный режим. Вот откуда Apple взяла эту идею. Также отмечу крепление для ремешка и, конечно же, стилус. Стилус короткий, но он выполнен из металла, поэтому достаточно крепкий и тяжелый. Наконечник стилуса откручивается и используется для сброса устройства. Дисплей устройства монохромный, с разрешением 160 на 160 пикселей, он ничем не выделялся и по читаемости был точно таким же, как и дисплей карманных компьютеров с таким же разрешением. В нижней части экрана расположена область граффити, на которой имеются традиционные кнопки. Домой, контекстное меню, калькулятор и поиск. Также прямо с панели можно отрегулировать контрастность. В обычном Трио 180 и в Трио 270 вместо площадки для граффити была физическая клавиатура, которая раздражала многих пользователей, привыкших к классическому палмовому вводу информации. Под дисплеем находятся аппаратные кнопки, включая клавиши прокрутки. К кнопкам никаких претензий нет, все они имеют хорошую тактильную обратную связь. Как я уже сказал, в качестве телефона Трио очень удобен. Кнопки звонилки достаточно большие, чтобы пользоваться телефоном без помощи стилуса. Передача голоса отличная, из интересных возможностей отмечу наличие громкой связи. Коммуникатор поддерживает вибровызов. Также на звонок или на смс можно поставить одну из штатных монофонических мелодий. Работает Трио на системе Palmo S с версией 3.5.2 H4 и имеет на борту 16 мегабайт памяти. Процессор Motorola Dragon Ball частотой 33 МГц обеспечивает хорошую производительность. Приложения открываются достаточно быстро. То есть даже спустя 17 лет после выхода этого устройства, назвать его тормозом, язык просто не поворачивается. К сожалению, Трио не имеет Springboard или каких-либо других возможностей расширения. Более того, в нем даже нет флеш-памяти. Что сразу поставило крест на обновление на новую версию операционной системы. Интерфейсы и возможности Трио 180G практически ничем не отличаются от карманных компьютеров Wiser. Тут все те же самые стандартные приложения, такие как калькулятор, календарь, блокнот и другие. Изменения в большей степени касаются телефонной книги, она была модернизирована для работы с телефоном. Открыв крышку, экран включается и автоматически запускается вкладка быстрого набора приложения телефонной книги. Здесь имеется 5 страниц, на каждой из которых можно создать до 10 контактов для быстрого вызова. То есть в итоге в быстрый набор можно добавить до 50 контактов. В дополнение к основным приложениям в Трио имеется браузер Blazor и приложение для обмена SMS. Браузер протестировать, к сожалению, не получится, так как несмотря на обещание от Handspring создать патч с GPRS, так он и не появился. Крайней мере мне найти его не удалось. Что касается SMS, тут все отлично работает, за исключением одной особенности. Принимать и отправлять сообщение на Кириллице не получится, даже если русифицировать устройство. Например, давайте попробуем набрать текст на Кириллице. Мне непривычно набирать русский текст с помощью граффити, поэтому я воспользуюсь виртуальной клавиатурой и напишу «Привет». Подтверждаю. Далее указываю номер получателя. Нажимаю «Отправить». И сразу же возникает ошибка. Если текст сообщения я напишу на латинице, то никакой ошибки не будет. Встроенных игр в аппарате не было, но для PalmOS их было выпущено множество. Правда, большинство для устройств с цветными дисплеями. Ну и для монохромных можно было подобрать что-нибудь по душе. Например, старая добрая игра «Ну погоди», знакомая всем детям 80-х-90-х годов. Также, думаю, многие помнят игру «Пещеры Калиста», где управляем летающей тарелкой. Нужно спуститься в шахту и уничтожать все на своем пути. По сегодняшним меркам эти игры, хоть и являются примитивными, тем не менее, в то время они очень затягивали. В 2002 году компании Handspring удалось выйти за рамки карманных компьютеров, и коммуникаторы Trio стали недвухсмысленным тому подтверждением. Линейка завоевала признание пользователей и журналистов. Редакция журнала PC Magazine назвала Trio 180 лучшим мобильным устройством 2002 года. Отмечу, что среди номинантов были такие известные новинки, как T-Mobile Pocket PC и iPod первого поколения. В 2003 году компания Palm выкупила Handspring как раз-таки из-за успеха Trio. Эта модельная линейка пополнялась и развивалась вплоть до 2008 года, когда вышел Palm Trio Pro уже с Windows Mobile, вместо устаревшей к тому времени Palm OS. Дальнейшая судьба Palm всем хорошо известна. Фирма не преуспеет с производством Palm Pre, работающим на WebOS, и будет куплена HP за 1 миллиард 200 миллионов долларов. Но как бы то ни было, слова Джеффа Кокенса о том, что будущее принадлежит к подобным устройствам, были пророческими. Через несколько лет после выпуска первого поколения Trio, карманные компьютеры были замещены множеством разнообразных коммуникаторов, развитие которых, собственно говоря, продолжается и по сей день. На этом все. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал и на канал Кирилла, если еще не сделали этого ранее. Главное, не забывайте, все самое интересное еще впереди. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин